Здравствуйте, дорогие друзья! Вышли мы в пустыню, глава Беменбар, книга Беменбар. В пустыне никто не обещал, что будет очень там легко и просто. Наоборот, надо понимать, что начался такой период жизни, когда мы должны видеть не розовых ламинго, а ясно жесткую систему вот этой вот пустыни, в которую мы вышли. Но если ты знаешь цель, если ты знаешь, куда идешь, если ты веришь в то, что идешь в правильном направлении, тебе намного проще. Поэтому сегодня, как мы смотрим на этот вопрос? Иудаизм подразумевает несколько вещей. Мы все изучали, знаем, что есть неживой мир, потом растительный мир, потом есть животный мир, человек и над человеком уже только Бог. Есть разные еще, но мы говорим так об этих уровнях. Что касается цели, цель каждого предыдущего уровня попасть на следующий. Например, для камня идеально стать кусочком дома, если на него говорят, это я кабалу немножко еще сразу задевать буду, а за шломбать такую браху, то выходят те души, которые туда попадают. Написано, что человек, душа может попасть в зависимости от совершенных во время предыдущей жизни глупостей, в камень, в растения, в животное, что хочешь. Какое-то время пребывает там и потом возвращается. И мы этому большие помощники, потому что если мы говорим браху на хлеб, на мясо, на что, все, что там находилось, выходит. Это я отвлекся. Итак, вот так вот примерно идет. Растение хочет войти, условно, его духовная сущность. Оно хочет войти в животное, и тогда подняться тоже. Почему я говорю духовное? Например, животное хочет попасть на уровень человека, но нет животных, которые бегают и говорят, меня зазарешь на шашлык. Нет. Животная душа сопротивляется. У нас тоже она сопротивляется. Попробуй что-то хорошее задумать. Сразу начинается работать эта душа. Поэтому цепочка такая работает, а нам куда идти в этой цепочке? Нам, человеку, надо идти туда к божественности, к Богу. Только ни в коем случае не заблуждаться, а то понадумываемся. Мы не боги и не можем ими быть. А вот качество его понять, это мы можем. Какое? Надо... Представляете, Бог, да? Написано, Он милосердный. Все, беги, узнавай, где можно кому оказать милосердие. Он там всепрощающий. Быстро вспомни, кого ты не простил и так далее. Но вот это цель жизни, вот эти вот изменения человека, как ни странно, являются целью выхода в пустыню работы в этом году и вообще прихода человека в этот мир. Все. В перерыве можно Эверест покорить, можно там формулу открыть, прыгнуть в длину, там еще что-то. Но главное не это, а вот здесь цель существует в жизни. Вот она, она написана ясно, очень простая. Хотя бы маленькое изменение себя в указанную торой сторону. Или Библия, как хотите. Или духовностью. Чем хотите, да. То есть изменения в правильном направлении. А человеку сложно. Ему кажется, ну как, что это за цель такая? Вот там прыгнуть на луну, вот это цель. А исправить, что не кричать дома, это не цель. Не так говорит иудаизм. Не так. Иначе в пустыне будет сложно. Надо знать, куда идти. Мы не идем к завоеванию каких-то там. Это не иудаизм, это другое там. А у нас другое. У нас написано очень просто. От начала человека по сегодняшний день. Он первый человек совершил ошибки. Генотип такой, да. И мы с вами в жизни совершаем ошибки. И вот все это, что мы сделали в прошлой жизни, плюс еще немножко в этой, нам надо исправлять. Все просто. Поэтому, знаете, когда человек не хочет видеть Бога, он его не увидит. В свое время, если еще интересно, когда-то Ницше написал, и в университете мы повесили такой плакат с его фразой «Бога нет Ницше». А потом, когда Ницше умер, кто-то внизу приписал «Ницше нет Бог». Поэтому с Богом соревноваться себе дороже. Наоборот, надо идти вперед с верой и надеждой. С верой в то, что мы идем, вот теперь, когда мы выбрали духовность, мы идем в правильном направлении. А с надеждой, с надеждой я скажу с какой. В Торе есть очень интересный намек об этой надежде. Написано, что потомками нечестивейшего там царя Балака, стали царь Давид и Рут, его бабушка, правабушка. Для чего это? Почему так? Написала в Кабале, что это должно объяснить каждому. Что даже если такого грешника, как Балак, из него произошел один из величайших царей Израиля, это значит, что каждому из нас ни в коем случае нельзя терять надежду. Если в данный момент мы не кристально чисты перед Всевышним, дорога к нему не закрыта никогда. Наоборот, мы вот сейчас имеем возможность дойти еще больше, чем в любое другое время. Надо захотеть. Брахава от Слаха. Хорошей дороги.